Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов Перевороты Читает Евгений Прасов-Брушковский Когда-то далеко от нашего века Не зрелось нигде человека, Как лес исполинский всходила трава И выселась пальма, растений глава. Средь рощ тонкоствольных подъемлись престольно, Но крупным творением своим недовольно. Природа земною корой потрясла, Дохнула вулканом, морями всплеснула, И бездны резверзнув наш мир повернула, И те организмы в морях погребла. И новый был опыт зиждительной силы. В быту земноводном пошли крокодилы, Далеко влача свой растянутый хвост. Драконов, удавов и ящериц рост был страшен. С волнами, с утесами, с поря Различные гады и суши, и моря Являлись гигантами мира тогда. И снова стихийный удар разразился, И мир тот под землю опять провалился, А сверху вновь стали земля и вода. И твари живые в открытых им сферах Опять начинались в широких размерах. Горы попирая муравчатый склон, Там мамонт тяжелый, чудовищный слон, Тогда ж не земли великан толстоногой, Шагал, как гора по горе. Но тревогой стихий возмущенных Застигнутый вдруг, в бегу, на шагу Вдруг застыл, цепенеет. Глядь, жизни другая эпоха яснеет, И новых живущих является круг. И вот, при дальнейшей попытке природы, Не раз обновляющей землю и воды, И виды, менявшей созданий своих Средь мошек, букашек и тварей иных, В мир Божий вступив из таинственной двери, Возник человек, и попятились звери. И в страхе потомка, узнав своего, И больше предвидя в орехах изъяна, Лукаво моргнула, смеясь, обезьяна, Сей дед человека, предтеча его. И начал он жить-поживать понемногу, Сквозь глушь, через леса, Прилагая дорогу, гоня всех животных. Стрелок, рыболов, сдиратель всех шкур, Пожиратель валов, взрыватель всех почв, Он в трудах землекопных Дорылся до многих костей, До потопных отживших творений. Он видит могилы, Где плезиозавры, слоны, крокодилы, Недвижные сном ископаемых спят. Он видит той лестницы темной ступени, Где образ былых, Первородных растений на камне оттиснут. В коре ледяной труп мамонта найден С подъятой ногой. Там мумии древних фантазий природы, Египет подземного мира, Там своды кряжей, Известковых и глинистых глыб, С циклоповой кладкой Из черепов плотных, Из раковин мелких, Чуть зримых животных, И моря там след С отпечатками рыб. Над слоем там слои, И пласты над пластами Являются книгой с живыми листами. Читает ее по складам геолог, Старинная книга, Не нынешний слог. Иные страницы Размыты, Разбиты, А глубже под ними Граниты, Граниты, А дальше Все скрыто В таинственной мгле, И нет Ни малейших следов Организма, Один указует лишь Дух вулканизма На жар вековечный В центральном котле. И мнит человек Вот времен в переходе, Как много работать Досталось природе, Покуда, Добившись до светлого дня, С усилием она добралась До меня. И шутка ли, Посмотришь, Ее же создание Господствует, Взяв и ее В обладание. Природа ж Все вдаль Своё дело ведет, И втайне День новый Готовит, Быть может, Когда и его В слой подземный Уложит, А сверху Иной царь Творенья Пойдет. И скажет Сын нового Высшего века Отрыв Ископаемый Труп человека, Вот Это музею Предложим Мы в дар, Какой драгоценный Для нас экземпляр. Зверь этот Когда-то был В мире Нередок. Он Глуп Был Ужасно, Но это Наш Предок. Весь Род наш От этой Породы Идет. И Древних Пород При обзоре Отчетном Об этом Курьезном Двуногом Животном Нам Лекцию Новый Профессор Прочтет. Читано по изданию Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова Под редакцию Якова Петровича Полонского Второе посмертное издание Том 2 Санкт-Петербург, Москва Издание поставщиков Его Императорского Величества Товарищества Вольф 1902 Год Посмотрим Сокин disappearance Том 2 Сокин